Всем добрый день! Всем здравствуйте! Приветствую вас из Саратовской глубинки. Ходила сейчас в магазин свой. За хлебом пошла. Я что-то отстаю по времени, то тороплюсь. Но на сегодня я уже отстала. Думала, что нам хлеб привезут пораньше. Оказывается, нет. Надо идти к 11, даже еще и начало 12. Да ладно, я взяла буханочку. Ну, если что, дружку пойдет. А себе уже туда возьмем свеженького. Привыкли мы к свежему хлебу. Прям вот корочка была, запах. А вот вчерашнюю уже мудрим. Не хотим. Вот так нас разбавили в деревне. Своей пекарни нет. Нам привозят ежедневно хлеб. Сейчас захожу, прям вот пахнет чесноком. Привозит чесночный хлеб. Ну, как он чесночный хлеб? Небольшая буханочка такая вот. По буханочке. И сверху выдавлен чеснок. Ну, запах прям вот сразу аппетит пробивает. Ну, я постояла. Чеш, говорю. Надо, наверное, набрать конфет. Спрашивает. На кульки конфеты есть? Она говорит, да есть полно. Ну, я говорю, что-то не вижу. Ну, она пошла в склад, вытащила. И вот я набрала на 1000 рублей для своего внука конфет. Разных тут всяких. Так же пошла, взяла для мяса, приправу, взяла паприку. Опять засветился мой телефон светлым каким-то показывает меня. Паприку взяла. Тут тоже шашлык пикантный, острый с паприкой. Ну, чуть мне зира закончилась. Она, конечно, не пойдет к мясу. Ну, я взяла. Она в лов идет от зира. Ну, а эти вот используем для мяса, которое мы завялили. Сейчас мы его достанем, обмоем и поставим воду на часа полтора-два. Вот. Конфеты набрала всякие, которые даже ни разу не видела. Какие тут зефирки небольшие в шоколаде. Вот, наверное, три штучки. Или одна, одна зефирка. А вот эти вот конфеты, бэби, молочные. Юля любит больно уж. Есть маленькие такие вот на развес. А это шоколадочки. Вот эта шоколадка стоит 30 рублей. Есть с орешком. И просто вот такой снежный вкусный начинка внутри. Сейчас говорю, внуку набрала конфеты. А мне? Я сама себе сходишь, возьмешь. А мне? Так что конфеты разные, понавезли. Но, знаете, тоже не дешевые. 500 с лишним, 600 с лишним, 700 с лишним. За 200, за 300 мы уже не берем конфеты. Вот по несколько штучек, по 6, по 8, как получается. По весу грамм, по 100 вот я набрала. Целый кулек. А до этого мы ездили в город, я не стала показывать. Она стояла, сразу там мне выложила. Я ее выложила. Купила машину еще к Новому году. Вот такой вот. Он не знает, приедет или мы отвезем ему этот подарочек к Новому году. Надеюсь, приедет. Хотелось бы, конечно, привезти. Сводить его здесь на елочку, на детскую. Я думаю, будет. Как все еще обстоит со свиным грибом, то у нас, то запретят. И даже елки. Все возможно. Ну, так вот по деревне не слышно, чтобы люди болели резко у нас. Или я не знаю, дома сижу. Ходим без масок мы. Хотя масочный режим стоит у нас. Без масок не входить. А мы все равно ходим. Бестолковые. А когда заболеваем, тогда уже мы. А, чего же я даю? Вот чего же. А, даже еще. Ну, я купила тут вот. Приправа. Перечная смесь с розмарином. Ну, в общем, сейчас займемся мясом. А потом Юля у меня третий день мурыжит. Давай, ставь мне пончиков. Юля, ты уже большая, но ставь сама. Нет. У меня есть мама. Вот. Когда буду однажды, тогда я буду ставить. Ну, вот что ж. Сейчас еще с вами поставим пончиков. А там, походу, может, еще что-то вам покажу. Сейчас разберу вот эти конфеты с глаздовой. И машину прям погружу. И пусть деньги у меня лежат. Все это дело. Разберу и принесу мясо на нас в калидоре. И будем смотреть. На терраска, калидор. Я называю терраска, когда я калидор скажу. А, какая разница. В общем, холодный. Принесу и будем сейчас с вами заниматься мясом. Теперь уж она точно усолилась. Начнем? Пойдемте. Время 11.00. У нас еще в прихожке горит свет. Поэтому на улице, как и всегда, осенняя погода. Снега нету. Наверное, не будет. Осталось до Нового года прям неделя. Даже меньше. И никаких изменений. Ну, я притащила портвенек, который тут находится в соль. И засыпанное мясо. Сейчас мы с вами посмотрим. Опущу вас пониже. Вот. Включу свет. Да все-то так видно хорошо. Запах коньяка прямо делаю вот отсюда. Ну, сейчас я достану и замочу. И замочу воду. Вот такой вот кусочек. Он сделался жесткий. Мясо такое вот уже упругое. Чего уж получится? Не знаю. Ну, на Новый год, конечно, не получится. А там старый Новый год. Скорее всего, к старому Новому году она и поспеет. Вот этот кусок вложу на 3 часа. Женя велел на 3 часа. Ну, на 3 так на 3. Сейчас залью водой и пусть он вымокает. Соль вся с него сходит. Все. Пусть лежит она теперь. Часа через 3 к ней вернемся. А здесь я уже притащила свою хлебопечку. Будем ставить пончики. Сейчас я приготовлю муку, яйцо. Буду делать прям на немножко, не на большую порцию, чтобы накормить только дочь. Ну, и мы Женьком. Женек не очень. А я тоже люблю их. Первым делом сделаю опару. Сейчас положу дрожжи сюда. Сахар, чуть-чуть муки и водички тепленькой. И поставлю, чтобы она тут все заиграла. А потом уже сейчас приготовлю муку, просею. И уже на само тесто. Соль, сахар, мука. Ой, насочиняла вам соль, говорю. Сахар, дрожжи и мука немножко. Теперь водички тепленькой. Все теперь мешаю. И пусть она начинает давать реакцию дрожжи. В теплое место. У меня это котел. А у вас может быть батарея. А тут уже приготовила молоко. Вот тут в этом бокале грамм 300, чуть побольше. Там мука. Сахар, брала сахар, принесла. Он лень комкуется. Видать, в влажной магазине. Соль и яйцо. Вроде все. Сейчас вот молочко погрею. Ставлю сюда как-то тесто на молоке. Не знаю, мне больше нравится. Черпачок мой. Сейчас погрею. Приготовила вот эту форму. Или дежа называется. В чем будет меситься. Пока моя мясорубка работает. Хлебопечка. Я в ней ставлю. Руками тесто я не ставлю. Зажигаю газ. И молочко подогрею. Так. Сюда сейчас вобьем яйцо, масло растительное, соль, сахар. И молоко как раз подойдет. Будет теплое. Меня многие девчонки спрашивали, что мы делали. Ну вот. Вот этот вертушок они разбирали. Конечно, старенькое. Вид у нее ржавый. Такой не особо чистый. Да ладно. Вот этот вертушок разбирали. Вытаскивали там. Все. Как сказать-то я не знаю. И вот это там все смазали. Все сделали. Интересно. У вас получилось отремонтировать? Ваши хлебопечки. Вот из-за этой ерунды. Не работает хлебопечка у многих. Сейчас сюда вбиваю яйцо, сахар и соль вложу. У меня вот такой специальный мерочный. Ложечка. Это прямо от хлебопечки. У кого она есть, тот знает. Ложу ложечку этого и соль. Одну положу. Не помню. Все. Сейчас посмотрим молоко. Как наше тут. Согрелось, нет? Юля вчера варила картошку. У нее вон... Ой, все, горячий прям уж. Надо будет подождать. У нее сбежала картошка. Так, Юля, сегодня мыть газ. Ну, сейчас будет мыть. Молоко готово. Сюда тоже выливаю. Делаю на глаз. Пропорции я не соблюдаю. Все надо на весах измерять. Нет, это слишком долго. Все на глаз. И вот дрожжи уже подошли. Выливаем их тоже сюда. Ну, теперь осталось насыпать муки. И туда ее родную. Пусть месяца подходит. Ставим режим теста. Закрываем. И пуск. Пошла. Месить. Масло у меня вот в таком бутыле. Как вы помните, мы получали. Что-то все никак не нальем в маленькие бутылочки. Ну, в общем, и чуть-чуть масло туда ливануло. Отсчет пошел. Через час тесто будет готово. Вчера хозяюшка моя наготовила нам еды. Рыбы нажарила. Карпик. Два штуки доставали мы с морозилки. Мятая картошка у нас осталась. А здесь... Грибы в сметане. Синие ножки. Ой, какой звук идет от крышки. Гуд. Так что у нас сегодня есть что покушать. А поленчиков мы напекем. Ой, люблю рыбу. Любую люблю. Прямо встаю и хочется. Сейчас буду ее уплетать. Время уже 11 часов дня. Пора, думаю, позавтракать. А мясо вон там стоит. Хлебопечка пока отдыхает. Сейчас она будет повторно месить. А потом будет 40 минут подходить. За это время я успею позавтракать. Рыбу я уже уговорила вместе с своим котом. Оказывается, он тоже у нас прекрасно кушает. Юля сейчас пришла, ему дала хороший кусочек. Стрескал. Кот наш в охоточку. Сижу, смотрю на окошко. Давно такой зимы не было, чтобы без снега. Хочется снега, но его нет. Был нападал немножко, мы обрадовались. Говорю, ну все, зима легла. Ага, легла дождь, тепло, прошел и все. Сегодня опять так тепло на улице. Прям супер тихо и тепло. Но снега так и не обещают. А я села себе уже еще дальше завтракаю. Рыбки поела, а теперь чай у меня. Налила чай себе и я недавно делала паштет. Гляньте, что осталось. Все, умолотили. Это буквально у меня 4 прошло. А в нем такой вес хороший был, тяжеленькая форма. Этот раз я делала без яиц. Меня одна зрительница написала. Яйца, какие яйца, я уже тут начала писать про пирог, что туда над яйцами. Оказывается, она про паштет меня спросила. Сейчас же плохо на ютубе голограммок не видать. Или, как сказать, аватарочек, кто подходит, пришел к тебе. Плохо. Раньше было все выглядывали. Хоть можно было рассмотреть человека. А теперь вот только фамилию видим или название аккаунта. И все. В общем, забыла, что я яйца. Даже я сюда их и не ложила. Мы как-то всегда ложили без яиц. А это я прочитала в Одноклассниках. Одна сделала. И другой советует. Могу, положи яйца. Ну что ж, и думаю, я положу. Вот в тот, когда я отправляла Сережке посылку на СВО, туда я ложила. Там ребята съели его, ну ура. Прям, говорит, Сережа, я даже ругался на них. Че ты его ругался? Ой, голубка полетела. Дикие голуби у нас тут летают еще. Ну что, говорит, берут прям ложкой накладывают на хлеб и уплетают. А я им говорю, завтра что будете жрать? Так что понравился паштет. Вкусный. Я верну Серега еще. Бог даст, еще вам сделаю. Попозже. Теперь посылку будет возможно в январе отправлять. А там, как Господь управит. Надеемся на хорошее. Ждем хорошего. Так что пока не будем об этом говорить. Еще декабрь не закончился. Ну а я сейчас доедаю остатки. Тесто у меня осталось 20 минут подходить. И буду сейчас заниматься пончиками. Показываю видео вечером. Так вот, пол пятого. А сама ем вот время 11. Но утром не получается никак. Вот сейчас время 11. Только загрузилось у меня видео на 18 минут. Это прям вообще интернет никакой. Сижу, руку держу, у меня трясется экран. А как его исправить? Исправить не знаю. Такое вот дают нам. Так что ем утром, показываю вечером. Буду дальше трескать. Так, тоже не слабо себе намазала. Вот, и будем сейчас с чайком. Что же тут у меня телефон? То ярче, то нет. О, сейчас опять нормально. Вкусный, морковочка сладит. Так что с курицей не знаю. Но вот кутиная печень вкусная. А гусины еще вкуснее. Фуа-гра. С гусиной-то делает фуа-гра. Вот я говорю, фуа-гра. Ну, у меня гусей нету. У соседки лежу, проредила, наверное. Рубит к Новому году, к праздничку. У нее четверо детей. Ну, вот всем по гусю уже 4. А по 2, так 8. Так что и себе надо. Ой, вкусный паштет. Ну, буду дальше есть. Наводим порядок. Тут уже все пропылесошено. Кот куда-то спрятался, боится, когда работает пылесос. Мася, а ты где? Где-то затарился. Не видать. Вот он где. Под тюлей сидит. На окошко смотрит, да? Кто там, собака бегает? Ты на нее поглядываешь? Сейчас закончится на пылесосе. Не волнуйся. Все сейчас будет нормально. Что, Мася? Ты трус у нас? Трус. Ну, вон какая у нас погода, ребята, девчата. Пасмурно, пасмурно, как осень. Еще и тепло сегодня. Тихо и тепло. Только гулять. Насту гуляют по вечерам. Я все никак себя не заставлю. То комментарии все равно отвечаю. То какой-то фильм интересный. Ну, в общем, не больно тянет. Ноги бить хотеть надо, но не охота. Да, Мася? Лодырь мы. Тесто уже подошло. Готово. Сейчас покажу. Для такой небольшой дозы, я думаю, нормально. Еще хотела бы вас попросить интересных вкусных салатиков. Думаю, многое мы делать не будем. В общем, а так два-три и хватит на стол. Праздновать настроения особо нету, но все-таки Новый год. Все равно мы соберемся, конечно, втроем. Посидим, встретим. Я уже там себе купила бутылочку игристого в магазине тут у нас. Но вот салатами всегда за пара. Читаешь, читаешь. Продукты одни и те же, только названия разные. Если кто-то мне напишет. Вкусненькие, которые вы делаете всегда. Да, ни шуба, ни оливье, ни крабы. Тоже надоели все всегда. Мы их и так делаем без праздника. А так что-нибудь интересное буду вам весьма признательна. Я особо-то не показываю салаты, как вот люди есть заранее. Все показывают, показывают, что они будут готовить на Новый год. Я не показываю, потому что не делаем их. Сделаем вот на Новый год и все. А так обычно наша еда, что мы постоянно едим. Вот сейчас пончики. Вот мясцо. Если понравится, в будущем еще сделаем. А так то плов, то котлетки. Так вот мы и питаемся. Салат им балуемся. Так вот эти. Ну, редко. На днях вот под шубы делала. Съели. Там не осталась свекла. Можно даже с чесночком, с орешками сделать. И с изюмчиком тоже неплохо. Надо будет сделать. Ну, а сейчас все. Тесто мое подошло. Переезжаем с вами на другой стол. И будем заниматься. Сейчас я вывалю. Муку уже сюда насыпала. Вывалю наше тесто. Много не буду сюда степить. Вот оно уже пошло. Вот она какая. Пузырчатая. Хорошенько выберем ее отсюда. Вот не люблю я с этого горшка вытаскать. Неудобно. Есть такие хребопечки. У них длинненькие они. А это тут борошок. Все. Сейчас я ее хорошенечко так вот обогну. Чтобы она к рукам не прилипала. И буду делить. Немножко корочкой покрыться. Сейчас будем резать на кусочки. И все. И один маленький получился. Так вот. Колесиков накрутила. А сейчас в сахарную пудру добавлю в ваниль. Чтобы они пахли ванилинкой. Пудра наша. Местного производства. Кипит работа у нас тут. Все это помыть потом. Ну вот, готово. Ждем теперь, как они там у нас жарятся. Уже почти что все. Баранки готовы. Белый-белый-белый снег. Весы за плечами. Дальше слов не знаю. Белый-белый-белый снег. Нам песни со с вами. Белый-белый-белый снег. Голомка споет песню-то. Артистка. Белый-белый-белый. Да. Я отрагаю. Артистка осталась. Ой, все, готово. Пончики. Теперь она от меня отстанет. Нет, нет еще. Баба хочет пирожки. А еще баба пирожков хочет. Ой, достали они меня все вот эти. Мучные, мучные, мучные. Ну-ну, не худухай. Но я тут свеклу почистила немножко. Изюм запарила. Орешков достала. Недавно купила. Ну и майонез. Сейчас сделаю себе такой легкий салатик. Мясо я достала с воды. И завернула его в полотенец. Буду сейчас использовать приправы. Какие? Паприку возьму. Молотую. Копчен у нас не было в магазине. 40 рубля. Не я писала. А то скажут опять с ценами. Приправы для свинины. У меня для свинины. И вот эта перечная смесь с розмарином. Вот это я сейчас насыплю сюда тарелочку. Опять тут вся приправа с солью. Погумачивали соль. Опять соль. Везде соль. Так, ой, прям уже запах пошел. Паприки положим на глазок. Ну, там ложечку достаточно. Столовая. Этой еще отрежем. Немножко с сольюшкой. Мне тут хватит. Ну и вот без сои тут написано. Такой приправки еще. С розмаринчиком. Сейчас все это перемешаю. Натру этот кусок. И туда будем заворачивать пергаментную бумагу. Все. Сейчас тарелочку возьму. Мне кажется, паприки маловато. Маловато красоты. Надо сделать такой цвет красивый. Хорошо пахнет. Ну все. Половина на эту сторону. И половина на ту. Сейчас хорошенько так вот вотру. Все впиталось. Ты Мандович написала, Юнки сделаешь мокки сегодня, а у нее бонет не бонет. Ну, значит. Ой. Ну а дальше Юнка помогает мне тут. Вот такой кусок получился. Давай его держать. Наш тут насвинничала. Будем связывать. Еще и свяжем. И куда-то в теплое вентилирующее место. У нас будет над котлом. Там тепло. И вентиляция хорошая. Вот сюда мы и приспособили. Тут у нас стоит насос. И пусть висит тут недельки две. Юль говорит, каких недель две вяленые? Ну а сколько? Недельку точно, наверное, да? Даного года. Даного года? Вот у осталось чудок. Ну у нас же не тушеная должна быть, а вяленая. Ну, будем глядеть по... Щупать будем ее щупать. Борщица моя. Сейчас кто-то получит по зобе. Ну что ж. Я тут увидела одну интересную штуковину. Если у вас затупилась терочка, берете бокал и прям вот так вот там. И она точится. Не знала. Вот сейчас точно. И я попробую этот способ. Ее прямо вот так вот пристали. Ну, работает. Пойду свеклу тереть. Свеклу я потерла. Получилось немножко. Изюм сейчас... Изюм слила пошла. Тоже добавлю сюда. Все, наверное, будет многовато. Орехи я тоже порезала. Четыре штучки. Сейчас мне надо будет чеснок взять и тоже сюда его отправить. Взяла свою чеснокодавку. Прям немножко острый, не люблю. Ложечку надо. И теперь майонезом заправим. Все перемешаем. И вот такой вкусный салатик. Легкий, питательный. Я приготовила для себя. Женя, не будет. Юль тоже не будет. На вортир самая. Ну вот. Готов мы салатик. Он такой красивый, нарядный. И орешка тут. И изюмчик тут. Так, сейчас покажу вам. Полголовы себе самая. Целый час. Чашка получилась. Крабль, как там еще их на подругом называют. Вот. Вместо вот с бокала и чуть-чуть я, правда, еще налила. Потому что балако было горячее, я побыстрее. И вот такая вот целая чашка. Ешь не хочу. И вот этот салат еще. Все, мои друзья. Буду с вами прощаться на сегодня. А то и так большой Норведи получилось у меня. Ну, как и получилось. Грузиться столько долго будет. Вот в чем проблема. Если бы грузились почаще, может и почаще бы я снимала. А так, всем спасибо. До новых встреч. Ставьте мне лайки. Ставьте мне дизлайки. Дизлайк тоже ставить. Я в этом уверена. Ну, нам их не показывают. И вам тоже. Так что, желаю вам всего доброго. Заходите, поддерживайте и пишите комментарии. Всем спасибо. И до новых встреч. Будем дальше снимать что-то. На том и живем. Никак. Снимаю. Снимаю пончики. Сняхи. Ой, сняхи. Давай. Да, Юля, чай налить. Хорошие пончики. Сейчас пойдем чаек с ним гонять. Всем пока. Пока.